Они думали всю ночь, что 9 мая, но на самом деле, по инициативе Сталина, парад победы, он был проведен 22 июня 1945 года, когда немцы начали войну и закончили, 22 июня. Война на самом деле продолжалась. Мой отец, вот светлый победитель, он воевал в 1941 году, ушел туда сразу, ему только 18 лет исполнилось, и он ушел на войну. И до 1958 года воевал, до 1958 года, последнего должность на войне начальник командира разведки, зам начальника Львовского гарнизона. Это он ползал по этим схронам, прикурил оттуда пендеровцев, аукновцев и прочую пронемецкую золоту, которая там оставалась. Двойные похоронки в него в это время пришли. Он не понял 1991 года, и так ушел фронтовым разведчиком. И песня первая, которую я хочу спеть, посвящена не Ауганистану, я говорю об этом много лет, она посвящена моему отцу нафисту в 1975 году. Когда я сидел и ожидал допуска на работу, я же закончил Баланский институт, инженер, любимый хнули тоже, как один танк танков, инженер-конструктор, и на секретный сороковой мутищик завод я был, значит, направлен, но там долг проверяем, месяц третий. Я написал эту песню, потому что мне очень нравилась песня из кинофильма «Щит и меч», про ректор шарит «Осторожно, папа Егор». Она до сих пор нравится, но батальон на разведку в Афганистане, первый раз я спел в 1975 году, был еще жив маршал Батов, представитель среды ветеранов, это российский инстанциональ, неподалеку, за что получил бутылку коньякур. А в Афганистане, потому что нечего было петь, опять хотелось, в 1982 году, когда я попал, в составе вынтелла, как сейчас называется. Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем, уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем, уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка Мы без дел скучаем редко Что не день, то снова поиск, снова бой Ты, сестричка в медсанбате Не тревожься Бога ради Мы на свадьбе доживем ещё с тобой Ты, сестричка в медсанбате Не тревожься Бога ради Мы на свадьбе доживём ещё с тобой А если так случится вдруг Тебе навек покинет друг Не осуждая его, война тому виной Тебе наш родный старшина Отдаст медали ордена В разведке, заработанные мной Тебе наш родный старшина Отдаст медали ордена В разведке, заработанные мной Портальонная разведка, мы без дел скучаем редко Что ни день, то снова поиск, снова бой Ты, сестричка, умец анбати, не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Ты, сестричка, умец анбати, не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Когда закончится война, мы все наденем ордена Гурьбою сядемся за дружеским столом И вспомним тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил И чашу полную товарищем нальем И вспомним тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил И чашу полную товарищем нальем И мы припомним, как бывало, мы шагали без привала Крвали проволоку, брали языка Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу И последнюю щепотку табака Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу И последнюю щепотку табака Батальонная разведка, мы без дел скучали редко Что ни день, то снова поиск, снова бой А ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради Мы досваниваем, живем еще с тобой Я сейчас поставил на старый проигрыватель, послушал Так что вот как было написано, так и есть Я вообще за то, что песни, написанные на войне, пели их авторами И не на войне, а вообще об армии пели те, кто там был, кто служил Те, кто все это видел, тот все это прочувствовал Иначе получается фигня Это касается Афганистана Не сказать, что любимая тема моя Ну, как бы, известность такая пришла из Афганистана Но сейчас я все-таки хочу еще спеть По рассказам о Великой Отечественной войне Я знаю по рассказам А последствия войны коснулись меня Ну и отца, как я говорил, он там 58-го года В 56-м году мне было 5 лет Бабка меня привезла своей дочери Одной из своих дочерей, которая была замужем за военным, за моим отцом Я там пробыл неделю Потом в Венгрии началась заварушка Вот это вот, о которой все, наверное, знают И во Львове сбунтовались и перешли на сторону Почти весь преподавательский и студенческий состав Львовского государственного университета На западном крае дело происходило Все москалям намалевали Мы жили на Первомайской улице Намалевали на дверях парадных Красные звезды И начались это убийство военнослужащих Наших, русских, советских Мама получила ранение в плечо Легкой прады Чуть меня не убила Она меня на руках тащила через площадь От шмайсера, от бедра У тебя запрыгнутую картину Стрелял кто-то Стрелял по нам бегущим Никого больше в огонь не было Все попрятались А мать пошла на курс кролика шитья Она в данном начале курс гарнизона И там все жены что-то шили и вязали Она меня свое брала несколько было оставить И получила раненимую Там отсидели, забинтовали Потом отец пришел Автоматчика прислал На третьи сутки Был комендантский час На третьи сутки появился из Москвы мой дед Который ветеран гражданской войны еще там Появился, сказал Вы колька так Николай мой отец А мать Зою звали Говорит Вы колька Зойка можете подыхать там За что хотите Я единственное по тем временам Владимирственного Я не отдал И как-то Помощь отстава Предстроил мне какой-то военный эшелон Я ничего не понимал И доехали мы до Москвы Дальше там происходили еще события Подолгали восстание В Венгрии В Львовской области Так что В Москве Бабка с дедом Ну дед первую войну Потом из-за тифов был мне Годен строевой И в 41-й год Он встретил начальника штаба гражданской обороны Он там организовывал Тушение зажигало В борьбу с десантом Ополчение Вот и все Мама была у меня А у меня двое родители Так что Непотомственные Никто не хотел и не мечтал быть так Жизнь распорядилась Отец Грушный полковник Он Командир фронтовой разведки Всю войну Там был Мать Капитан Гру А я вот комитет госбезопасности оказался Но то же самое Потом выпили Это тоже в разведке Сами начали Комитет госбезопасности Поэтому я Как бы Связь то вижу Миша Каликину спасибо Потому что Это может быть и не здорово очень Что мы двадцатый век весь в крови В войне провели Двадцать первый век Начинаем До сих пор это тянется то же самое Но и много чего есть Предъявить у меня личный счет И правительство И министр обороны Это Буреткин и нынешний За бездарное командование Страной Я не боюсь никого Мне терять нечего Там Никому не служу Мое главное Главное звание Что никому не служу С 92 года Ну я вижу что происходит Да у меня позорище Девятое мая было Я вообще не скажу Потому что я Смотрел по телевизору Ну я в жизни Второй раз Когда одно и то же лицо Один и тот же президент Когда мимо идет армия Он с гвардии Сидит Первый раз сидел В обнимку с Буша Буша вот так вот Буша здоровее А сейчас вообще сидел Суворцы идут Нахимовцы идут В части гвардейские Парады Прежним через 3 месяца умер Он стоял умирающий Значит стоял на трибуне Принимал парад Это опускание армии Дальше некуда Отец мой и мать не пережил В 1991 года Отец то что сделали с армией Я кое-как приспособился Уволившись из конторы И уехал в деревню Где там слово погоди Ну вот Как память о победе Великой Отечественной войне Я сын фронтовика И внук фронтовика Я конечно не смог Мишке я благодарен Генианин И поэт Ну чего-то написал я По словам отца Кроме батальона разведки Ну я пару слов скажу Что кажется вот Нельзя судить Вот я так на нужде Кто победил в войне Надо судить По возвратившуюся с войны Те кто выжил Победил и выжил По возвращению Как на родину возвращается Кто их как Их встречает С Афганистана вы знаете Как нас встречали С Отечественной тоже не все Через некоторое время Два миллиона было уволено И генералы И генералы И боевые генералы Пошли в швейцарм И к националью стоять А полковники Лейтенанты Пошли в ПТУ К станкам и еще что-то И таксистами работать Это боевые Правительство всю жизнь бояло У боевых офицеров Потом боялись Афганистан Боятся сейчас Кто приходит из Чечни Их же не сечем Жизнь погребнать Правильно? Чем уже Можно зарплату не платить У нас сломать нельзя Поэтому Возвращаясь к Отечественной войне Я спою две песни Они конечно Мгновенно известными С ними песнями Но все они называются Возвращение Возвращение Суть победительства Но знаете Победивший солдат Возвращается босиком Но у него вранцы Маршальские жертвы бежит Солдат проигравший Стоит с протянутой рукой И у победителя просит чего-то А так было с Германией Он был у нас Мы были гордые люди Ну вот Возвращение И столы настоящие Украшают наш дом На снарядные ящики Плащ-палатку кладём По ста граммам положено Фронтовой наш поёт Есть и банка Порожнее Наливай-ка За сторонку За русскую Выпьем этот бокал С той нехитрой закускою Что союзник прислал За землянку уютную Фонаря огонёк За машину попутную За машину попутную Что идёт на восток Выпьем мы за товарищей За друзей боевых Что прошли сквозь пожарища И остались в живых А за тех А за тех Что не дожили Пав в жестоком бою Молча мы как положено Выпьем водку свою Мы вернёмся счастливыми Кончив долгий поход Будут девушки милые Нас встречать в поворот И что было загадано Всё исполнится вновь Пусть горит за туманами Золотой огонёк И что было загадано Всё исполнится в срок Пусть горит за туманами Дорогой огонёк И первая песня Это полвет пять назад Девятого мая Но, собственно, и написано Девятого мая Называется «Семельки» Хоть я не коридор в Москве В шестьдесят пять первых годов Прописан в Москве И большую часть времени Ну, по крайней мере, до увольнения Жил в Москве И в гриме А сейчас живу Деревня Подмосковская область Это, собственно, деревня Деревня называется «Васе» «Блуховицы» Но у нас в России Три столетия Вы знаете, Рязань Коломна «Блуховицы» Оставлю её сюда Непонятно чего В средине между Москвой и Рязань я и живу А мой фронтовой друг И вот фронтовой друг Двух сидящих детей Фёдоров Винка Разведчик из 860-го отдельного Отстрелополка Который мне родной У меня там числись во втором батальоне И в этом году у них юбилей Обязательно поедаешь Силы будут, значит Вот То я и поя земляки Этимы В Афганистане были с ним земляки И сейчас земляки И колонны Это то же самое Земляки Я так долго Топтал сапогами Перепепел дорог На войне Обниму я Березу родную С незажившим рубцом на стволе В сорок первом Ты встретила пулю Что была предназначена мне А там где мой дом Там где мой дом Скоро сирень Зацветет в полисаде Там где мой дом Там где мой дом Понят ли там О солдате Автомат Запыленный в походах Сняв с плеча Положу на земле И лицом От соленого пота Я тмою Студеном Ключем Я дошел Атаки От Москвы До Берлина Я до Эльбы Дошел Атаки И в огне Прикрывали мне спину Дорогие мои земляки А там где мой дом А там где мой дом Там где мой дом Скоро сирень Зацветет в полисаде Там где мой дом Там где мой дом Помнят ли там Помнят ли там О солдате Вот стою Вот стою На зеленой опушке Надо мною звенит тишина Ни горохотка Ни танки Ни пушки И закончилось это Война А за рощей Раскинулись Дали С непокрытой Стою Головой На груди Моей Пара Медалей Орден Славы И шрам Пулевой А За рощей Раскинулись Дали С непокрытой Стою Головой На груди Моей Пара П quite Очень А там где мой дом Там, где мой дом, скоро сирень зацветет в полисаде. Там, где мой дом, там, где мой дом, помню, где там о солдате. Там, где мой дом, помню, 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 помню. Аплодисменты. И к тому, что любая война, законная, незаконная, рождает свои герои. Трудно быть героем гражданской войны. Вот мой друг, командир, один из командировых 160-го полка, человек своеобразный, порой жестокничный солдат, но у него хватило чести, Лёва Роклинда, у него хватило чести, он командовал северный прокурор в Чечне, отказаться от званиях Героев Советского Союза, казаться, что на такой войне Героев не бывает. После этого скорости убил. Ну, мы знаем, в Советском обезопасности его убили. Тамара, это жена его, которая была, она не уедет. Просто он слишком много знал, слишком много хотелось, когда всем его адемно закрывают. Значит, и так же и афганская война. Вот как ни верти, как ни крути, нас всех объявили политической ошибкой, всех на первом съезде, афганцы не отстояли, не очень-то хотели отстаивать, там все эти ребятишки, которые за квартирами в Крылатских как холмах, за машиной персональной, просто кто-то пертащит, депутатские мандаты, ну готовы, офицеров всех поугонять, вы помните, справились в Сталостнице, там еще другие, кто-то там что-то знал, чего-то мертвы этого. Русской вице-президент, когда батя узнал, что русской, стал вице-президент, говорит, как же расстрелить, там же предатель родни, изменит. А он подсветает, вот такая ряшка, ну это женщина, там, кисля-кипет, кантушка воин, такой симпатичный, он у самих шевел, басе рассказывает, а спросите его, начальник штаба его полка, там был командир полка авиационного, как он пытался получить героя СССР, трижды, как он сдался в плен сам, я знаю людей, которые стреляли, посмотрели, он себе, чтобы в плен не сдаваться, и как его выкопили. Сейчас они разгадывают байки и сказки, все сидят, а война, войны, правда, не считай, сколько там героев, сколько там медалей, дарим, сколько ботей. Война, это вообще другая планета, там по показателям, по сфоткам, по этому оценивать ничего нельзя. Я знаю один бой, где победы не было, ошиблась разведка. Караван был не с оружием, а может не ошиблась, обычно сказали, караван был не с оружием, а с опиумом. Опиум, сырец, Бадакшан, враговского и славян, вот они подсказывают. Это сейчас центральный, плечевый язык, центр по Изабаде, это центральный, мировой место, где собираются наркотики, в Северном Транции, там через Синопакистан, через Синопакистан, через Синопакистан, через Казахстан, через Россию, отправляются не до Генграда, там до Финляндии. Там они уже расходятся по европе, потому что в 72-м году Интерпол перекрыл основные поставки наркотиков. Вот Бадакшан, самый-самый, там есть дороги, он Федор видел фотографию, есть дороги, а разметочка, только ГИБДШ не хватает. Все там видно, на чей день это построено, да где у нас дороги были разбиты, на месте, где стоял полк, там город целый, там училище какое-то военное, и стоит памятник, жертвам, зверств, шураве, оккупантов советских в Улганистане, на американские деньги построили там. Наши нет там памятника, наши были памятники, на крайнем перегреве. Так много брони наше стоит. Да. Понимаете, и мы сейчас потихонечку, тихой сапой, готовим туда заменять американцев. Потихонечку. В МЧС уже там никто не вылезает, там все военизированные все сидят в Улганистане. Опять позовут, молодежь, нас не позовут, у нас же битые уже, и опытный грамм, и порядок. Да и вот уже не тот. Так что я скажу, как это все глядится, глазами не участника событий, а весь этот афганский пейзаж, вместе с войной, с подразделениями, со всем, как это глядится. Ну, со стороны, как говорит Верстаков, я, как бы, это созерцатель, хотя, ну, знаете, Витя Верстаков, он боевой офицер, там все. Так вот, этот рейд, не запланирован, никому не нужный рейд на караван, который где-то тронул достопными тропами, пробирался через некие чему-то, пробирался на нашу территорию. Было сказано, что оружие каравана уничтожено, и там оказались наркотики. За что получили пошерки? Ну, так надо точно ставить задачу. А задача была сказана и сделана. С людьми разговаривал потом, они говорят, а за что? Ну, это чего? Нам сказали, мы сделали. Оказалось, такой, и главный на войне, не сколько героев, а главный на войне, такой древний термин, неволе и величие солдата, не маршала никакого. Солдата. Почему неволе? А он неволен. Это как гладиатор, но пока он какие-то подвиги не совершает, не побивает, наверное, 200 врагов, его не отпустят с войны и со службой. А величие именно поэтому. Что говорит, что каждый солдат в карману, врансную смажет, скажет, правильно. Так вот размышления. Так называется. Афганское постарай. Ну, постарай, знаете, футбольная картина, служор, стушок, стушок, стушок. Вот так и со стороны, это глядится от войны, от делится, это все подготовка к вашим событиям. На востоке области туман, горы занавешаны туманом. По горам плетется караван, нам с тобой идти за караваном. Но пока на базе мы сидим, курим в ожидании командира. Горький военторговский Памир, Прикуре древнего Памира. А на маршрутах судьбы, верстовые столбы, Не укажут дороги к победе. На маршруте судьбы, только горы и мир, И никто ни за что не в ответе. Я такая, братцы, постарай. На войне есть тоже постарай. Занесло ребят в такую даль, И они от роду не бывали. И генерал вызван командир, Уточнить маршрут на све задачу. А мы сидим, глядим на этот мир, Где маршрут никак не обозначен. А на маршруте судьбы, Верстовые столбы, Укажут дорогу к победе. А на маршруте судьбы, Только горы и мир, И никто ни за что не в ответе. Вышел на задаченный комбат, Увеличить приказал быкашки, А орлам, что вьются в облаках, Он, наверное, кажется букашкой. А орлы добычу сторожат, И морлам плевать на вертолеты, Учки, турбины, скоро ревут, И поднимут в небо наш рот. А на маршруте судьбы, Верстовые столбы, Укажут дорогу к победе. А на маршруте судьбы, Только горы и домы, И никто ни за что не в ответе. Вертолеты верные друзья, Орлы добычу отнесут на краешек Памира, Высадят, а дальше им нельзя, Им не долететь до крыши мира. А у нас есть приказ, Для любого из нас, Воевать не за страх, А за совесть, И в боях свою жизнь, За страну положить, Вот такая военная повесть. И на востоке судьбы, Верстовые столбы, Не укажут дорогу к победе. А на маршруте судьбы, Только горы и домы, И никто ни за что не в ответе. Кроме нас. Начал я писать и не пел. Ну я пел, Начал на моем концерте, Докончил ее. На выводе в 89-м году, Песня одна-то пошла, А другую я просто не пел, Потому что настроение совсем не такое было. Ну представьте, Я выхожу с первой колонны, С 103-го, Кто сворачивает до себя все, Все остальные, Как чулок со стрет-дивизии. Зашел на Харатон, И переехал в Термес. Вышли 2-го января, Прихли 6-го. Ну в общем, В феврале 89-го года. Ну там через две недели вышел, Гром, С двумя батальонами, Разведбатами. Тоже не встречать. Нас встречали не как. Командиры, Два разведчика, Два Валеры, Два командира зама Разведбата, Два майора, Которые воевали уже по пять лет. Мы даже в ИСБТР и не вышли. Вот купили, Сидели закуски, Когда там какие-то старые секретари, Только мне не станут, Чего-то принимать, Чего-то говорили. А основной часть не пустили, Но не было, Что переодеть. Ну рвали. Там батальоны, Эти, которые вели колонну, Они тоже, Выправить, Прятались. И когда журналисты побежали, Журналисты захлопнули, Напивали там, Спасибо большое. Комендатор привела новые комплекты, БТР свои дала, И так тоже, Версикли, Через хайратон этот мостик. Но так не про то, А я как раз хочу сказать про то, Что вот этот показок Нас встречал лучше всех, Я по газетам служу, Приняла нас, Выходящих оттуда, Русской православной церкви. Остальные, Вот как бы ничего, Там скупые срочные газеты, Но там целые, В подвалах встречал это знакомое. Вот. А это написано последовательно. А почему он приказал? Было там, Да что в Афганистане, Там же все солдаты, Все там сержанты, Они уже так, Два срока, Полтора срока ходили, Еще на пол срока, Только чтобы молодежь не посылали. Ничего подобного. Добровольную жизнь. Я ехал в машине, Взял их, БТР, Пенесаж, Найдет, Там сержант старший за рулем. Я говорю, Ну а что ты вызвался-то там, Дом никто не ждет, Ни ведет. Да нет. Я говорю, А что же говорить, Сам вызвался-то. Кто сам приказал, И вот хочу, Солданович, И все такие же, Все такие же. Добровольцы там, Добровольцы там, Я не знаю кто, Добровольцы посыпались с неба, На двое-трое суток, Подлетали в Капу, Получали, Да, Получали награды, Там все эти. Среди них был, Первый секретарь, Был, Как говорится, Мироненко, Который, Ему дали мою, Кассету записанную, Он сказал, Ой, Это же Киплин сплошно, А Мороз вот просто форшизм. Вы чего-нибудь по-форшинствам Харри в песнях мои, Когда-нибудь там. Потому что, Киплин, Певец, Захванчивый, Поинклэля, Поинклэля, Великобритания вела, А Морозов, Поскольку он, Киплингу там, Подражает. Мне очень нравится Киплин, Я ему не подражаю, Это просто он, О войне уже так написал, О Нигуре Величества, Твощи солдатам. Пожалуйста, Вот одну песню я вам спою. Почему я спою? Потому что в этом, Ну, Старом, Вухаре выступал Очень любимый мой, Агранович, И там был, И пел хорошую песню. Песня оказалась, Я знал ее давно, В другом переводе, С Киплинга, Но оказывается, Он пел ее на войне. И там он ставил Несколько куплетов, На одном из концертов, В 19-м году, По-моему, Спел эту песню полностью, А потом свои куплеты В Отечественной войне. Я спою в том варианте, Который я слышал Лес 15-16. Поменяйте местами Африку, Африю, Одно и то же и будет, И все остается то же самое. День и ночь, День и ночь, Мы идем по Африке, День и ночь, День и ночь, Все по той же Африке, И только пыль, Пыль от шагающих сапог, Отдыхнет на войне солдат. День и ночь, День и ночь, Без привалов и воды, День и ночь, День и ночь, Отовсюду жди беды, Только пыль, Пыль от шагающих сапог, Отдыхнет на войне солдату. День и ночь, Счет, Счет и патронтаж, Счет и види, Кто может ждать, Кто там ждет нас впереди. И только пыль, Пыль от шагающих сапог, Отдыхнет на войне солдату. Друг мой, Я был в аду, Я провел там много дней, И вне там нет, Ни жарой, Ни чертей, Там одна лишь смерть, Из-за каждого угла, Мы в нее верим, Теперь как в Бога. Друг мой, Меня домой, Можешь ты уже не ждать, Я здесь успел забыть, Как зовут родную мать, Здесь только пыль, Пыль от шагающих сапог, Отдыхнет на войне солдату. Это Редьяр Петлин, Антонский, Вредовый народ. Это Китай, Вредовый народ. Петли не под лунями заклад, Понимаете? Опять же, Пронимулили еще простого солдата, На штыках которого Держатся империи, И, Ну, Не на генеральных, Скажи, Как известно, Тут подавка, Другой, Что генералы, Когда доберут, А солдаты, Их сдают. Вот. Такая дурацкая поговорка, А Редласина, Кстати, В годы Великой Отличной войны. Вторая песня, Третья, Вернее. На выводе. Ну, У меня было в 88-м году, Начало вывода. В мае, И потом с января По февраль В 89-м Закончаемый год. Остывает в горах Грязная серая осень, И грозится снегами Седолым Горизонным. Мы уже ни на горах, Ни признанием Не просим, Мы уже нахлебали Заморских. Щедрот мы уже Ни наград, Ни признанием Не просим, Мы уже нахлебали Заморских. Щедрот мы уже От болезней, Холерой и страха Мы уже не считаем Контузий Иран. На изъеденных потом В солдатских рубахах Ставят бурые метки Страна В мусульман. На изъеденных потом Солдатских рубахах Ставят бурые метки Страна В мусульман. Где-то там далеко Где родные просторы Там бескрайние леса И бескрайние поля Не такой Здесь в чужой стороне Лишь пустыни до горы Не такой небосвод Не такая земля Здесь в чужой стороне Лишь пустыни до горы Здесь чужой небосвод И чужая земля Может кто-нибудь нас Проклянет и отсудит Мол, и пот нашей крови Были пролиты зря Только родина в нас Никогда не забудет Мы живые и павшие Сыновья Только родина нас Никогда не забудет Мы живые и павшие Сыновья Здесь сердцами встречая Свинцовую вьюгу Мы узнали почем И вода И слеза Протяни мне забрать Уцелевшую руку Мы открыто посмотрим Друг другу В глаза Протяни мне забрать Уцелевшую руку Мы открыто посмотрим Друг другу В глаза Гори в белом Называется Нет, не пел Не пел Не пел Не пел Там сначала помельче Потом выше И там начинается Помер Там огромные гиганты Семитычники Вот был у нас замечательный Один воин Офицер Ренат Шафик Он туда лазил Каждый год С войны Восточные гендукушки Вытаскивали Оттуда тела погибших солдат Которого все забыли Наших солдат Ну знаете Что в 79-м году Разбился Бор десантников Там где там Дальше Гендукушка Где вечный лед и снега И никто не удался Ужался никакой операции Так Можно было Но у нас это Хроническое Курск можно было спасти Ребята И вымпелы Вот наши Опускались на 120 метров У легких водолазных костюмов Специально подготовлен На Баренцево море Можно было спасти вымпелы Но ведь И даже были два аппарата Глубоководных Которые Возили туристов Иностранных Титаник Титаник Лежит гораздо ближе Почему не спасти Убор Курск А вот когда На Байкал Потребовалось Кому-то посмотреть А что там На дне Может золото Зарыто где-то Притащили специально Эту станцию Мир по-моему Называл Опустили посмотреть Это дурацкая традиция Поэтому все в жопе Здесь Всей страной И всей армии Так что Врачи были другие традиции Боевые Традиции были Варди Традиции были Традиции Хорошие традиции Взять А ну Петра Кого-нибудь Поставить Елизавету Дочь Петра Хорошие традиции Сейчас нет Не варди Традиции Так вот Потрясает не то И меня Я писал об этом Но что-то Подолжно Это как О боях Похода А что же Надоел самому Как-то и сны не Сняться И по их походу Рассказывать об этом И слушать чужие Своя война Вот тоже неинтересно А вот впечатления Которые происходят Парадоксы Которые там происходят Я никогда Ни до Ни после Не был в горах И не видел Даже Издали Таких огромных вершин Это горная страна Кенгукуши Потом переходит В Памир Да вообще Никто не знает Что это такое Никогда не поднимался Плечи Куда-то едут Такие На Тибет Вот нам улазили На Памир Шанбал Что-то еще Вот Горы Вот вокруг горы Зимой В ноябре Когда снег выпадает Их становится больше Белых шахаров Они горы Зуб потом идет Туда Этот Такие Упирается в небо Даже не видно У меня друг есть Танк Танк был Рот Они стояли На мостах По-моему Да Он выходил Говорит Где-то на какой-то площадке Я говорю Утром ухожу Зубы чистить Ну танк Там засыпан Землянка И стоит 5 человек Офицер Входу Зубы чистить Так вот Горы в снегу Зубы чистить Сейчас Мелодию заболею Прошу прощения Мелодию заболею Горы в белом снегу Как тянулись вокруг К синее небосвода Горы в белом снегу Горы в белом снегу Накарабкались ввысь Как наиспавить к Богу Не прощая грехов Ни себе Ни врагу И глядели на нас Молчаливо и строго Горы в белом снегу Горы в белом снегу И глядели на нас Молчаливо и строго Горы в белом снегу Горы в белом снегу Этот снег, что веками Лежал на вершинах Где ни троп не сыскать Ни проезжих дорог Покорился не танком И не бронемашинам А разбитым подушам Солдатских сапог Покорился не танком И не бронемашинам А разбитым подушам Солдатских сапог И горели огнем В тех горах перевалы И от града крошилась броня ледников Среди вечных снегов нам земли не хватало Чтобы вырыть могилы для павших бойцов Среди вечных снегов нам земли не хватало Чтобы вырыть могилы для павших бойцов А горы в море небес, как великое чудо Словно в пене волнам замерла на бегу И покуда я жив, ни за что не забуду Под Окшанские горы в жемчужином снегу И покуда я жив, ни за что не забуду Эти горы в снегу, эти горы в снегу Вот такая образительная храбата Я могу остановить то, что я чувствовал тогда Когда начинал все это писать Наверное где-то Верс В 30 с лишним лет Очень трудно И вспомнить события Ну, вы все знаете Не снится же ничего, не важно Давай вообще ничего не снится Ходит-кадит кошмар Даже партнография не снится никакая Все, пора полный специально Вот старую песню «Излушка» Это и здесь заявки какие-то из старых песен Пожалуйста Вот есть Но тогда я спою тоже еще Мирная нарисовка Никакой войны Никакой крови Они обычно тоже не выглядят Ну, горе-то вечное умение А это совершенно такое нетипичное Называется дождь Просто дождь Такое же, как в Подмосковье Вот сейчас прошли такие же примерно Это здорово, потому что дождь Давно забыт На самом деле Для бронетехники Это поступится грязь Слезть брони нельзя Ничего нельзя В кусочки побежать Не надо Хочется там Ничего А куда-то А там Липает эта глина Вот так вот И ног не передвинешь Ну, тут же все веселились Потому что давно такого не было И не встречал И дорога была в горах Вроде не глинистая Не на равнине А так Пыль-то была Дождь идет В горах Афгана Это странно Очень странно Мы давно уже Отвыли Отобили воды И дождю Поставив лица Все пытаются Отмыться От жары Столетней пыли Серой пыли И беды И дождю Поставив лица Все пытаются Отмыться От жары Столетней пыли Серой пыли И беды Дождь идет В горах Афгана На колонны Караваны Словно суры Из Корана Струйки тянутся С небес Дождь стучит По горным склонам По машинам По погонам И шипит На раскаленном Утомленном Ак-А-С Дождь стучит По горным склонам По машинам По погонам И шипит На раскаленном Утомленном Ак-А-С Дождь идет В горах Афгана Позабытый Нежеланный Память светлая О доме В дальнем доме и весенне И отплясывают рьяно Два безусых капитана Два танкиста из Багвана На заплатанной броне И отплясывают рьяно Два безусых капитана Два танкиста из Багвана На заплатанной броне Дождь идет в горах Абаган Позабытый пересохшим речком манна Он, конечно, он, конечно, Нероссийский, неродной Местный бог от взрывов злея И созвездия водолея На войну обрушил дождик Этот дождик проливной Местный бог от взрыва мзлея И созвездия водолея На войну обрушил дождик Этот дождик проливной Дождь идет в горах Афгана Это странно, очень странно Мы давно уже забыли Отвлекли от обилия воды И дождю, поставив лица Все пытаются отмыться От жары столетней пыли Серой пыли и беды И дождю, поставив лица Все пытаются отмыться От жары столетней пыли Серой пыли и беды Серой пыли и беды Серой пыли и беды